Всем привет, ребятки! С вами сегодня Турий. В гостях у нас, пожалуй, лучший артиллерийский эсминец в игре. Да, спустя какое-то время, череду нерфов, выход новых кораблей, я все равно считаю Хабаровск одним из лучших артиллерийских эсминцев игры. Так это или нет, мы сейчас с вами выясним. Посмотрим, что нужно брать, какие перки, какого командира, какие обязательные модернизации в игре Мир Кораблей на Хабаровск нужно установить. Ну а вы пока что наливайте свой любимый напиток, ставьте лайк под этим видео, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал, если еще не успели. Поехали, мы начинаем. Если у вас нету тети или Хабаровска, то вы наверняка не знаете о том, как именно играется этот корабль. Но вот если у вас есть Хабаровск, давно пылится он где-то в порту, потому что не получилось. Обратите внимание на то, что этот эсминец нуждается в этой супермодернизации. Что она делает? Увеличивает на 10% дальность стрельбы и уменьшает перезарядку на 6%. При этом на 20% меньше у нас работает наш форсаж, хилка и ремонтная команда. Да, это определенный минус, но поверьте мне, лучше стрелять, чем жить долго и не стрелять. Потому что в базе дальность стрельбы у Хабаровска 13,5 и достаточно большой крупный корабль, а он действительно большой, он почти с эсминец размером, является весьма уязвимой целью. Ну а на расстоянии в 14,8 живется ему все-таки попроще. Поэтому для тех, кто только что собирается купить себе Хабаровск или давно на нем не играл, вам придется купить эту модернизацию в бюро исследований. Стоит она 19200 очков. Если у вас очков исследования нет, то придется скорее всего одну веточку сбросить и заново придется прокачать. Ну тут уж, как говорится, ничего не поделаешь. Приобретать корабль с расчетом на то, что да я ее потом как-нибудь куплю, эту супермодерку, это достаточно такое себе занятие. Потому что, поверьте мне, без нее вы сильно расстроитесь и скорее всего корабль будет у вас стоять. Поэтому, если соберетесь покупать Хабаровск, обязательно подкопите 20000 очков исследования. Итак, представим, что супермодернизация у нас есть и после этого все становится прям хорошо. Что мы с вами используем на Хабаровске? Конечно, угольный форсаж вам тоже здесь пригодится. Так или иначе придется взять маневренность, потому что даже с такой маневренность мы имеем 8.9. Ну а без нее будет еще хуже. Пожалуй, это один из немногих кораблей, на которых я беру маневренность вместо энергетической установки. Потому что, ну, он сам достаточно шустрый. И все-таки чуть-чуть перекладки руля, пусть и небольшой баф, он здесь нужен. Без него Хабаровск, конечно, ведро неповоротливое. Орудие главного калибра, безусловно, перезарядка здесь хорошо, но, к сожалению, дальность взять не получится. А это бы, конечно, не помешало. Что касается перков нашего командира, здесь все, ну, чуть-чуть неоднозначно. Очень хочется взять сюда взрывотехника, но, к сожалению, ничем из этого пожертвовать по-хорошему не получится. ХП-шка вам нужна. Из последних сил, как любому эсминцу, тоже нужно. Суперинтендант без него никуда. Отчаянный хорошо. Вот этот перк тоже вам пригодится, потому что вы практически всегда в засвете. Ну и вот этот вот мастер ГК и ПВО. Без него, опять же, корабль стрелять не будет на дальние расстояния. Ничего не поделаешь. Поэтому, увы, поджоги взять здесь не получится. 9% поджога всего. Ну, как всего, не так уж сказать, что и всего. 4,1 перезарядка, что, в общем, достаточно неплохо. Обращаю ваше внимание, что здесь у нас 8 орудий главного калибра против его нового коллеги, в кавычках. Дельного у которого, между прочим, 6. И перезарядка, кстати, еще, я бы сказал, похуже. Итак, рассмотрели мы Хабаровска и отправляемся на нем в бой. Ну, а пока мы с вами, друзья, загружаемся. Обращаю внимание на нашу группу ВКонтакте, где куча всякой интересной информации, веселых мемасиков. И, помимо всего прочего, вовремя появляется вся инфа по нашим выходящим видео. И та же самая история у нас на Яндекс.Дзене. Есть канал, можно зайти, смотреть. Здесь тоже много всего интересного. Ссылки есть внизу в описании. Ну, и, помимо всего прочего, конечно, есть телеграм-канал, на котором все еще супер-пупер более оперативно. Обязательно зайдите. Ссылку я вам размещу в описании и в первом комментарии под этим видео. Тем временем загружаемся мы на карту Слезы Пустыни. Не является она сколь-либо любимой у меня. Но здесь уж, как говорится, ничего не попишешь. Мы имеем то, что имеем. Что у нас есть в наличии? Как я уже сказал, 8 орудий, 130 мм. Отличные фугасные снаряды с хорошей баллистикой. Пожалуй, никаких проблем. Ноль проблем при стрельбе на 14.8. Я бы думал, на 16 проблем бы не было. Будьте, дальность 16. Совершенно никаких проблем нет. Стреляет, попадает, делает все хорошо. Пушки. Главная фишка нашего с вами. Давайте чуть-чуть потише сделаем. Тот жалост, что звучка громковата. Спасибо. Спасибо. Взаимно. Вот. Никаких проблем с артиллерией нет. Кроме чего? Да нет никаких проблем. Нам в любом случае мы сейчас будем с вами отворачивать и пропускать вперед Халланда. Потому что идти перед Халландом смысла никакого нет. Халланд должен двигаться ближе к противнику. Хабаровск не является эсминцем в полном смысле этого слова. Это крейсер поддержки, у которого нет цитаделей. Да, это вообще никак не имеет никакого отношения к эсминцам при засвете в 9,7. Отсутствие дымов, ну и так далее и тому подобное. Зато обладает он совершенно чумовой скоростью. И очень хорошей артиллерией. Пожалуй, поспорить с Хабаровском в артиллерии могут очень немногие корабли. Да, Харугума может поспорить с Хабарем. Но у Харугума нет такой баллистики. Раз. И у Харугума, пожалуй, нет такой скорости. Что касается того же Клибера, у него тоже все, знаете, непросто. Ой, какой любопытный Югумо. Ничего себе. Вы когда-нибудь видели такого Ягумо? Который стреляет прям сходу по Хабаровску? Я лично не видал. Поскольку мы открыли огонь, мы можем юзать форсаж. И, собственно, мы этим и займемся. Когда Хабаровск выходит на артиллерийскую прямую, мы совершенно спокойно используем здесь форсаж. Он нам очень даже пригодится. Ну, как видите, артиллерийские проблем никаких мы не имеем. Здесь где-то Хаятэ. Но у него еще, скорее всего, перезарядки торпеды. Поэтому я даже, наверное, совершенно спокойно здесь провернусь один кружок. Вряд ли, вряд ли есть торпеды. Может быть, конечно. Вот мы стреляли уже 6800 с вражеского эсминца. Немножко пострадал Халанд. Естественно, по нему постреляли. Ну, и мы потеряли уже каким-то образом эсминец. Хотел сказать эсминец. Ну, большой эсминец Йода. Так. Мы с вами видим, что здесь особо нету противника. Нету противника. Значит, наша задача немножко поддавить. Так или иначе. Потому что эту сторону надо контрить. С той стороны все грустно. Но Хабаровск не является тем кораблем, который хорошо разрабатывает вражеский эсминец. Чисто за счет того, что разница в засвете очень большая. И поэтому, как правило, ну, естественно, вперед идти куда-либо смысла никакого здесь абсолютно нет. Поэтому мы с вами сейчас будем пытаться издалека давать урон по кораблям противника. И, собственно, никаких проблем у нас в этом не имеется в наличии. А мы сейчас даже, наверное, знаете что, попробуем тормознуть. Я просто не верю своим глазам. Неужели Гума продолжает идти в мою сторону? Да, оно на сближение до сих пор идет, прикинь. Вот только начало оно отворачивать. И все, есть минус. Минус вражеский эсминец. Прекрасно. И мы с вами продолжаем стрелять по крупным кораблям противника. На Хабаровске запомните, что левая кнопка мыши это ваш лучший друг и приятель. Она всегда у вас должна работать. Тем временем с Хаятой смысла нет никакого у нас там встречаться, перестреливаться, пытаться его ловить. Он, естественно, нас переловит. Но есть вариант немножко продвинуться к центру и попробовать выскочить вот здесь. Конечно, мы не знаем, где находится шлифон этой, может быть, неприятной встречи. Но, к счастью, мы обнаруживаем, что шлифон достаточно далеко. А вот тот же Анаполис, например, для Хабаровска вообще не страшный корабль. Потому что Хабаровск на расстоянии 12 километров Анаполис может вообще один на один, в принципе, разобрать. Потому что у Анаполиса баллистика, а у Хабаровска баллистика замечательная и прекрасная артиллерия в том числе. Вот. Я даже думаю, что мы, наверное, прямо сейчас этим и займемся. И просто в наглую будем стрелять по Анаполису. Да, это как бы крейсер, все понятно. Но за счет того, что у нас есть... Вот, видите, замечательная баллистика. Самое главное сейчас не уехать в какой-нибудь непредсказуемый остров. То каких-либо проблем с вражеским Анаполисом у нас попросту не будет. Единственное, что, конечно, может быть какой-нибудь желающий противник по нам захочет пострелять. Это все возможно. Ну и мы вращаемся, крутимся, поворачиваем. Маневрируем. Сейчас, скорее всего, наверное, уже понадобится у нас, да, юзать хилочку. Так, ну что ж. Давайте. Маневрность немножко у нас выбита. Наблюдайте, все-таки старайтесь за картой. Смотрите, что как. Потому что иначе может для вас это быть очень неприятно. Все, Анаполис у нас отправляется на минус. И прекрасно, прекрасно, друзья. Следующий кандидат. Навстречу для нас, наверное, будет уже Кремль. С которым мы тоже будем разбираться, но уже несколько по-другому, я так думаю. Интересно, кто у меня здесь. Похоже, что меня, возможно, светил кто-то из эсминцев. Ну, точно не скажу. Мы с вами поворачиваемся. У Кремля, у него немножко другая проблема. У него хорошая баллистика, но у него некоторые проблемы с кучностью. Поэтому этим мы тоже постараемся здесь воспользоваться. И, соответственно, Кремлю тоже накидать какое-то количество урончика. Так. Будем сейчас мы держать дистанцию. Но Кремль на такой дистанции, на 9 километров, весьма точный корабль. Светит ли у нас кто-то? Нет. Пока засвета здесь нет. Будем стараться разрывать дистанцию хотя бы до каких-нибудь километров. Не знаю пока каких. Ну и, возможно, попробуем сейчас использовать форсаж. Чтобы сложнее было Кремлю в меня попасть. Мы, конечно, так красиво разворачиваемся бортом к нему. Но тут уж ничего не поделаешь. Он не очень удачно издает залп, я так думаю. Хаяты вот вражеские, где находятся. Ну и мы с вами продолжаем отстреливать Кремль. Самое главное смотреть на карту. Это очень важно. Потому что все вы знаете, что острова иногда имеются с обычай нас убивать. Ну и, в общем, про себя я скажу, что это не исключение. Да, понимает Кремль, что ему сейчас немножко не до меня. И, в общем, на этом успешно заканчивается. А у нас, друзья, следующая цель уже доступна до стрельбы. Это шлифан. Мы, собственно, и будем продолжать открывать огонь и держать под фокусом этот корабль. У нас не так много пожаров. Четыре штуки пока мы всего дали. Но очень хорошие фугасы. Да и, кстати, ББшки здесь отличные. Сейчас попробую вам продемонстрировать. Наверное, сейчас посмотрим, если шлифан будет идти прям бортом, то в надстройку можно попытаться дать ему некоторое количество бронебойных снарядов. Давайте попробуем. Очень хорошо они летят. Так. Нет пробития. Не попадаю в надстройку. Тут либо в надстройку, либо в оконечность. Ну, вот, как видите, тоже есть кое-какой урон. Но тут уже, наверное, не так много всего осталось у шлифана. Поэтому, наверное, сейчас повеселее будет все-таки стрелять именно фугасами. Дистанция стрельбы у нас достаточная. 12 километров. Сейчас мы разовем дистанцию для ПМК. И на этом, в общем, закончится все у вражеского шлифана, я думаю. И мы с вами продолжаем смотреть на карту здесь. Думаю, можно использовать уже следующую хилку. Скорее всего, попадет шлифан, да. Есть попадание. Ну и еще какое-то количество урона. Сейчас мы за остров зайдем. Опять же, наблюдаем за картой внимательно. И какое-то еще количество урона мы должны набросать. Нету такого прям сумасшедшего количества пожаров у советских эсминцев. Да, есть такая проблема. Ну, тут уж, как говорится, ничего не попишешь. Наныл, кстати, наныл пожарчик-то. Так, давайте попробуем. Вот это, кстати, может быть достаточно опасной темой. Наличие вражеского Фрисланда. Сбрасываем мы все торпеды в ту сторону. И сейчас мы будем пытаться разобрать Фрисланда. Потому что у меня, в принципе, по баллистике и по пушкам, конечно, преимущество. Что мы, в общем, и делаем. Фрисланда тоже успешно уничтожен. Думаю, что сейчас можно попытаться немножко пожить. Хотя уже, наверное, вряд ли у меня это получится. Но может быть. Как знать, сейчас посмотрим. Если попадет ПМК, то, может быть, уже и не поживем. А если ПМК не попадет, то нас засветит ХАТ. Да, к сожалению, здесь, скорее всего, у нас уже пожить-то не получится. Но чуть-чуть подамагать, я думаю, что мы вполне себе можем. И 2.23 пука, 94 тысячи урона мы нанесли. Что, в общем-то, очень неплохо. Давайте дождемся окончания боя и посмотрим, насколько хорош наш кораблик. Итак, друзья, давайте подводить итоги. 94 тысячи урона, 2 фрага, 6 поджога, 207 поданий. Второе место занимаем. Колумб, кстати, очень хорошо отыграл. Он дефил базу, за что ему лайк отдельный. Итак, 94 тысячи настреляли, 66 фугасами, 62, 3,5 ББшками. Не удалось как следует ББшками пострелять. По крейсерам, кстати, можно было нормально накидать. 28 пожарами. И при этом мы имеем 277 тысяч кредитов и ремонта. Короче, 190 тысяч где-то серебра мы с вами получаем. И если у вас есть экономический комплект на корабль, то даже получаем еще больше. Таким образом, друзья, могу сказать, что Хабаровск до сих пор годный, приятный, комфортный корабль. На мой вкус, один из лучших, если не лучший, артиллерийский эсминец игры. Так это или нет, решать вам, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. До новых встреч и пока-пока.